Субтитры сделал DimaTorzok Которую нам надо найти и возможно мы сможем узнать о ней у Зотана Но перед этим мы ходили в резиденцию Воратра И тут меня заставили просто обучить одну девушку, давайте называть ее так, фехтованию Мы будем с ней учиться фехтованию и мы с ней договорились встретиться в это же время на следующий день Правда сейчас не тот же день, то есть надо прям ровно, ровно чтобы это было И теперь можно идти ее обучать на урок Ну алло Приветствую, вы по какому делу? Я договорился с Розой об уроке фехтования Что это было такое? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту Просила, чтобы вы к ней присоединились Интересный чувствую будет урок Спасибо Самое странное то, что я сидел прямо около входа Ну, выхода для нее И она меня решила не замечать Ну ладно Медитировал-то я прямо у выхода И по идее она должна была меня заметить Там, не знаю, разбуд... Да вообще Гераль должен был отреагировать Когда ведьмак медитирует, он как бы не спит Он просто отдыхает, но при этом все рефлексы, это все дело работает Ну ладно Правда, бежать к храмовому мосту далековато Почему меня здесь все боятся? Видимо, я бегу, а тут они прям вославляют вечный огонь по-конкретному Прям по-конкретному Не знаю, вечный огонь... Надо избавляться от этой херни с вечным огнем, реально Надо просто от этой херни избавляться Понятия не имею, как, правда Господи, это как далеко-то она ушла Главное, как она планирует учиться, я не понимаю И тут задание какое-то Ты опять! А тебе не хватит? Синяки на заднице уже отцвели? Выходи, говорю В этот раз я верх возьму Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал У меня нет времени давать тебе еще один урок фехтования В этот раз урок преподам тебе я Ты конченый? Тебя зарезать, что ли, нахер вообще, или еще? Тупица твоя, май! Ну что, хватит с тебя? Да Но в следующий раз Если еще раз поднимешь на меня руку, убью Ты так уверен? Да Мы еще посмотрим Какой он тупой Вот она Что ты тут забыла? Сюда! Ты всегда гуляешь с полком невгардской пехоты? Всегда Папа велел Это для твоей же безопасности, Роза Люди нас здесь ненавидят И за что это? Что я им сделала? Да хватит об этом Солдат, можете идти Но его превосходительство, посол Воратры, говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии Лучший фехтовальщик Севера Мне с ним ничего не грозит Ну, кругом, шагом, марш! Раз-два, раз-два! Наконец-то! Ну, Геральт, пойдем Я тебе кое-что покажу Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что... Знаю, Геральт Не нуди Просто иди со мной Ээээ Кто-то убегает, что? Видишь ли Я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале Мы можем пофехтовать на свежем воздухе Поединок на мосту Как в романе Ну, вынимай меч У меня только серебряный и железный А мы должны учиться на деревянных? Должны Но приятнее всего делать то, что нельзя Разве нет? Я не хочу тебя поранить Лучше смотри, как бы я тебя не поранила Ну, давай, Геральт Защищайся Я тебя же на куски порублю Алло, ну ты не тупи Я не хочу бить ее Тихо Ну, не надо Ну, я реально ударил ее сейчас мечом Господи Сама захотела А, она мне не дает себя ударить Смотрите, видите, блок ставит всегда Да, всегда ставит блок Вообще может быть А ну с рунами у меня еще Да Единственное, что ты серьезно ранил Мою гордость Кстати Откуда у тебя взялся интерес к фехталанию? От скуки Знакомых у меня здесь нет Отец меня держит в ежовых рукавицах И все время одни банкеты Ненавижу банкеты Ага Разговоры скучные Едогнусные Выпивка херовая Вот именно А с мечом в руках Я могу хотя бы немного подвигаться Выпустить пар Ну хорошо Так что теперь? Возвращаемся домой Только Геральт Я понимаю, что это немного невежливо Извини, но у меня съехал корсет Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью Но драться в корсете Он же сковывает движение Ро Роза Зараза Сбежала Если с ней что-нибудь случится Воратра оторвет мне башку Нихера она ниндзя вообще Она не могла уйти далеко Даже ведьмак это не услышал А тогда она, главное Как вообще она это сделала? Я отвернулся на 3 секунды, наверное Ой, серьезно Алло Далеко же ты забралась от Нильфгаарда, солнышко Не знаю, вернешься ли Это дочь посла Воратра У нее дипломатический иммунитет Я не очень понял, что там у нее Зато знаю наверняка, что ты снюхался с Нильфами А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам А с этой чудой мы еще разберемся Ты обидел девушку Попроси у нее прощения сейчас же Простите, барышня Простите великодушно Веди себя хорошо, как твой приятель Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте Лукас и Коба Я запомню эти имена А когда мы займем Новиград Найду их и посчитаюсь с ними Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали Они подняли на меня руку Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить Урок закончен Запомни то, чему ты сегодня научилась Думаю, тебе часто придется обнажать меч Я не понимаю тебя, Геральт Почему тебя так взволновала судьба двух пьянчужек? Чем они тебя так тронули? Мир будет лучше без... Я думаю, тебе пора домой Самой короткой дорогой Понимаю Будь здоров, Геральт Удачи на пути В чем смысл было вообще вот этого всего? Не понимаю Чего она хотела-то? Вот-вот-вот-вот чего она добилась, собственно говоря? Чего она добилась? Я не понимаю, чего она добилась реально На нее наехали Я ее избил мечом с рунами И что, вот это было? Ладно, короче, не важно Надеюсь, что больше такого не будет И все Идем к Золтану Будем искать эту... Как ее там называли? Циранка? Потому что единственный путь к Цире лежит через Лютика А единственный путь к Лютику лежит через эту циранку Единственный, кто может хоть что-то более-менее адекватное знать об этой циранке Это Золтан Поэтому тут как бы цепочка Бежать, к счастью, недалеко Тут У Золтан недалеко Вот он тут уже Он же тоже вообще опрашивал-то, да? Девушек Со своей стороны списка Интересно, он уже закончил или... Да, он уже закончил Охотники за колдуньями Как же вы меня раздражаете? Почему вы здесь везде третесь? Вечный огонь — это идиотизм Как дела, Пус? Скучала по золу-золу? Что же ты? Даже воды и не выпила Сова Сова круто, короче Ну вот и ты, наконец Познакомился с моей Пусей Она вот-вот заговорит Это же Сова Золтан, а ты знаешь, что попугай и совы не сделаешь? Сделаю, сделаю Ты обернуться не успеешь, как она с нами в гвинт будет режется Все-таки мы хотели поговорить о Лютике Ты узнал что-нибудь? Девушки не видели Лютика уже давно Утверждают, что он странно себя вел И, кажется, встречался с кем-то еще Но в моем списке таинственной избранницы нет Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера Кажется, трубодуршая Зовут ее Цираночка Или как-то в этом роде А-а-а, ясно Это Пресцилла Это Пресцилла Кто же еще? А кто такая эта Пресцилла? А, трубодуша В последнее время очень популярная Представь, что Лютик переменил пол Вот и будет полная картина Звучит страшно Как же Лютик вынес встречу со своим собственным отражением? Так втрескался по уши Ну что можно сказать? Нашла коса на камень На ледяную глыбищ А то девушка и правда вскружила ему голову Надо с ней поговорить Пресцилла работает вместе с труппой Ренар и Лисой Пока они в городе Она каждый вечер дает концерты в зимородке Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца Мне еще усю надо покормить Блин, крутая сова Правда не понимаю, зачем он ей глаза как бы закрыл Ну, вот На закате У нас 9 утра У нас рассвет Неловко Подожду, че Дождь еще херачит Дождь вообще бесит Пресцилла По-моему, с этой пресцилла будет охренительная Там сцена с музыкой Она там петь будет Точень прикольно Тут есть вот в игре вообще есть несколько таких крутых сцен Че такое? Там есть несколько крутых сцен Одну я заменю музыку в одной из сцен Вот, и вот тут сейчас еще будет очень крутая сцена Там, кстати, какое-то задание Доска обвели не заданием Правда, бегать надо Мне что-то очень сильно лень-то делать Если, если, короче, если вспомню, то Если вспомню, то Забегу Ну, я думаю, я увижу Как-то, когда выйду Так, ну, надо медитаться На закате На закате Где это Это во сколько? Ну, давай, типа, в пол В 22 А, сейчас это делать невозможно Отлично Видимо, это надо делать прямо на улице Нельзя, да Медитировать Ладно Сяду Вот здесь где-нибудь посижу В 10 считается уже закат? Или закат, типа, 9? Ну, после заката Или прямо на закате Это просто, если прямо на закате То это тупо Ну, пожалуйста О, ты уже здесь Заходи Давай сядем где-нибудь Сейчас начнется Да, сейчас сценок прикольное будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Путь пальцем проложи Средь шрамов ран суровых Чтоб наши слить пути Судьбе наперекор Откройте раны Вылечи их снова Пусть сложатся они В судьбы узор И снов моих с утра Бежишь проворно Крыжовник терпкий И сладкая сирень Хочу во сне твой Видеть локом Черный фиалки Глаз твоих Что слез туманит тень По следу волка Я пойду в метели И сердце дерзкое И сердце дерзкое Настигнул поутру Сквозь гнев и грусть Что камнем затвердели И разожгу ста Что мерзнут на ветру И снов моих С утра бежишь проворно Крыжовник терпкий Сладкая сирень Хочу во сне твой Видеть локом Черный фиалки Глаз твоих Что слез туманит тень Не знают иль Мое предназначенье Иль страстью я Обязан лишь судьбе Когда в желанье Я облег влечение Не полюбила ли ты Во вред себе И снов моих С утра бежишь Проворно Крыжовник терпкий Сладкая сирень Хочу во сне твой Видеть локом Черный фиалки Глаз твоих Что слез туманит тень Субтитры создавал DimaTorzok Я его знаю Это он поубивал те мерзких ребят в белом саду Тише, женщина Мы на концерт пришли Убийца? Война идет Вот люди и умирают Идите, спорьте в другое место Я тебе жизнь поступаю Оговорили, это престольное заведение Насколько я знаю Геральта Он скорее спасет чью-то жопу Подставляя свою шею Да кого он спасет? Он же убийца Тебя, например Золтан, спокойно Выход там Снаружи разбирайтесь Пойдем Дайте мне послушать музыку Культурное столице, сука Давай я тебя представлю Присцилла Известная как Цыраночка Столь же прекрасна, сколь талантлива А это... Геральт из Ривии Я знаю Лютик много о тебе рассказывал Я с удовольствием слушала Не удивляйся Ведь это такой благодарный сюжет для песни Ведьмак, влюбленный в чародейку Или следует сказать В чародей Тихо Тихо Я не доверяю бардам своих любовных историй Они их потом повсюду разносят Что, впрочем, и видно Послушай Если Лютик столь охотно выдавал чужие тайны Может, он еще сказал, где его искать? Очень забавно, правда Ну, до свидания Не туда Давайте за мной Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная Когда я в последний раз видела Лютика Он сказал, что планирует налет на казну Сиги Ройвина Ой, мотыляж за ногу И больше я его не видела Ровен? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер Хромает на левую ногу Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да Лютик и налет на казну Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в Пассифлоре Так три дня потом уснуть не мог Нервничал Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь Дело, не терпящее отлагательств Но имен не называл? Нет Но зная Лютика, речь скорее шла о ней Наверняка стройная и с обширным бюстом Надо полагать, налет не удался Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями Я спрашивала о нем в городе, но все как воды в рот набрали Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка-младшего И что ублюдковы люди гнали потом Лютика через весь город Ублюдок-младший? Что-то не знаю такого Самый большой хрен в Новиграде! Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города Это один из тех четырех, которые ворочают нашим преступным миром Вместе, собственно, с Сиги Ройвеном, Карлом Ворезой и королем нищих Неплохой номер! Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался А то тогда бы началось И снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться, жалования за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха И мне, в общем, тоже Спокойно, я его вытащу Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиги Ройвином Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани А только смотри, это опасный тип Я тоже А вот Лютик нет Поэтому прошу тебя, поторопись И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь Какие-то шуточки тут ни хера опыта дали Сколько там опыта насыпали? 600-700 где-то Сколько, сколько дали опыта мне? Опыта сколько? 720, ну вот и говорю много Ай, заткнитесь, господи, выпустите меня отсюда Громко, 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 громко Ой, ненавижу, куда громко Так, узнаете все герои, где искать ублюдка-младшего Ммм, я сначала сходил бы, наверное Я бы, наверное, сначала сходил к доске объявлений и почитал бы, чё там Потом уже с преступным миром связывался Чё пишут? Меры, весы, неинтересное предупреждение, неинтересно Разыскиваю... Тихо Ага, напоминание Так, осторожен дом с привидениями, купец-обманщик Честные жители Новиграда, обращаюсь к вам с искренним предостережением Не ведите никаких дел с купцом да ёнкером Он происходит из известного и вроде бы достойного рода Но он сам, но сам, он свинья и мошенник Он продал мне дом по сходной цене, знаешь, там привидения Нет никакой возможности там жить, ибо злой дух терзает всякого, кто войдет за порог Пока что призрак довольствуется тем, что грохочет неимоверно и устраивает всякие проказы Но кто знает, что он выкинет в следующий раз А я, по-моему, брал такое, не? Снова заглянуть в дом с привидениями Это тот, который с прибошком? В смысле, так это тот, который с прибошком? Чё там происходит? Это там, где Сара, да, обитает? Мы договорились, что, типа, я говорю, что нельзя снять проклятие Вот, а она остаётся там жить И чё происходит там? Чё такое тут? Дом с привидениями В смысле? Кто? Кто там? Подожди, это Это Карина? Ведьмак! Ведьмак! Карина! Посмотри, кто пришёл! Я не знал, что вы теперь живёте вместе Когда ты сказал, что мои кошмары наслала Сара Я решила проверить, так ли страшен дьявол, как его молюет Пришла сюда А здесь никакой не дьявол, а наша маленькая Сара И не знаю почему Но мы сразу друг другу понравились Давным-давно люди начали строить города, чтобы отгородиться от мира полного чудовища Они так никогда и не избавились от страха перед созданиями, которые могут скрываться по ту сторону каменных стен Ведь на самом деле не стены дают людям ощущение безопасности Дом это вовсе не то место, где можно закрыться на ключ Чтобы найти настоящий дом, иногда приходится пройти долгий путь Ну ладно, то есть ничего такого То есть просто проверка Так, поговорить с Ровеном об исчезновении Лютика Узнать, что все герои Так, давайте сначала с Ровеном тогда разберёмся Я так понимаю, что что-то там они не поделили Вот, поэтому надо сейчас будет Сначала разберусь с Ровеном тогда, да Поскольку он у меня первый след А потом уже к ублюдку-младшему пойду Ну, в любом случае, как бы к Ровену сначала Поэтому сначала разберусь с Ровеном А вот ублюдок-младший хер его знает, короче, посмотрим Посмотрим Ещё мне, по-моему, сказали с Сиги Ровеном сыграть в Гвин, да У него, типа, крутая колода, там он круто играет И у него есть какая-то очень, наверняка, крутая карта Возможно, вытащу из него Скорее всего, если сейчас получится, то прям сейчас-то сделаю По-моему, тут надо вниз идти Да Всё-таки бани Так Есть здесь кто? Открывайте Ну, Сиги Ровен, это чувак с карты Дикстра, который Шпион Чего ломишь-то? Бани закрытые Мне нужно встретиться с хозяином, я знаю, что он здесь Ну и что с того? Занят он Занят? Чем? Он принимает важных гостей В таком случае, скажи ему, что пришёл ещё один важный гость Геральт из Ривии Я не уйду, пока не увижу его Ну, хорошо, я попробую Прошу, обождать Сиги Ровен вас ждёт Меня зовут Гопен Встреча проходит в бане Однако сперва надо бы зайти в раздевалку Там вы сможете оставить одежду Пойдём Тут можно раздеться Вещички ваши будут Мне же не придётся самому всё это снимать? Да, спасибо Замечательно Теги Ровен ожидает в следующем зале Ммм, ясно Красивое тело Весело тут Ты была права Он не красней Спокойно, Тесак Ублюдок младший выходит из игры Мой секретарь всё вам напишет Нет у тебя секретаря А младшего мы уберём Только когда все будут за Ровен Твой гость Охера ты его впустил Я хотел с ним поговорить Это Геральт из Ривии Рад снова тебя видеть А я, сука Один не в курсе Ты кто ещё такой? У меня дело к Дикстри То есть К Сигеройвину Твоё дело подождёт Да, возможно У вас гости Кто-то вломился в бане Несколько людей Что этот провидец хренов несёт? Мне меч А меч не мог взять? С голой жопой Я ещё не бился Ну, допустим А, это чё Это чё Ублюдка младшего Понятно Ну, у меня К нему дело Вообще Блин Он меня ударил И я его ударил Как это работает вообще? Хорошая работа Прошу прощения За инцидент Охрана подвела Я непременно Сделаю из этого Выводы Это люди Ублюдка Делай пока Выводы Из этого Не начинай Особенно При гостях Он пришёл За минуту До нападения Случайность Я так Не думаю Пусть он сам Всё объяснит Ты не представишь меня Своим знакомым? Хорошо Здесь нет Гапена Ох, он бы отругал Меня за скверные манеры Франциско Франциско Бедлама Ты знаешь Впрочем Кто не слышал Об этом меценате И покровителе Мелких предпринимателей Краснолют Это Карл Вореза По прозвищу Тесак Он больше По части развлечений Я ищу Ублюдка Младшего Интересно Чего ты от него хочешь? Ублюдок Младший Поможет мне Кое-кого найти За всю свою Никчёмную жизнь Ублюдок Ещё Никому не помог А я его Хорошенько попрошу Слышал, Тесак Если бы ты не называл Его мудозвоном А просто Хорошенько попросил Может он и пришёл бы Навстречу Вашу мать, господа Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить И сделает это рано Или поздно Значит Мы должны убить его Первыми Так что сидите тут И пускайте пузыри под водой А я пойду Вышлю молодцов По всем точкам Ублюдка Пусть поднимут шухер И выкурят паршивца А ты Как там Тебя Если хочешь найти Ублюдка Приходи ко мне Я хочу заполучить Ублюдка И похоже Мне придётся Достать его Раньше Тесака У Тесака Так просто Ничего не выйдет Младший умеет Прятаться и отличается Значит Стоило тебе ломать эту ногу Представляешь Она скверно срослась Теперь я отмачиваю её В горячей воде По крайней мере По шесть раз в день Иначе она гудит Как колокола В покляре на рассвете Мне жаль это слышать Тебе жаль Ну так это решает дело Если ты ещё раз Выразишь сочувствие Я наверняка Чудесным образом Выздоровею Слушай Слушай ты Ровен Точнее Дикстра Потому что у меня нет Построения играть В псевдонимы И разные шпионские игры Я пришёл По конкретному делу Если хочешь меня Выслушать Выслушай А если нет Избавь меня От своих блестящих реплик И просто вышвырни за дверь Да говори Мне не жалко Думаешь Тесак Найдёт ублюдка Может и найдёт Только спалит При этом полгорода А это нам ни к чему Не связывайся с ним Действуй сам Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам В сфере влияния ублюдка Осмотрись Но только аккуратно Не вламывайся С полными штанами гнева Не круши Не убивай Почему ты, бедлам Не хотите войны С ублюдком младшим? Я всегда говорил Королю Визимиру Что война Никаких проблем Не решает Она лишь порождает Проблемы Которые затем Приходится решать Иными средствами За начинаниями Ублюдка Кто-то стоит Я не хочу Его убивать Пока не пойму Кто А твои партнёры Знают о твоём прошлом? Они знают Что на самом деле Тебя зовут Сигизмунд Дикстра И что ты был Главой риданской разведки Если бы я Если бы я вместе С тесаком Бедламом И ублюдком Построил мельницу И молол муку Для окрестных крестьян Тогда бы мы были Партнёрами А то, что нам Приходится договариваться И ещё не делает Из нас партнёров Знают ли они Кем я был? Бедлам наверняка Остальные Думаю догадываются Мы это не обсуждаем Может действительно Стоит поспрашивать В городе Даже если младший Сидит в укрытии Деньги-то ему приносят Ублюдок получает Доходы Главным образом От азартных игр Он контролирует Самое большое казино В городе Помню иерарх Хемельфард Проиграл там Когда-то перстень С рубином И такой разразился Скандал Есть ещё арена В городских подземельях Доход состава Куда меньше Чем с казино Зато там Всегда нужны охранники Ещё можешь Заглянуть В дом ублюдка Вряд ли ты Состанешь его самого Но вдруг найдёшь Что-нибудь интересное Где находится казино? Недалеко от башен Городской стражи Официально Ублюдок не имеет С казино Ничего общего Так что следи за тем Что говоришь Чтобы не вызывать Подозрений Так где эта арена? В каналах Под золотым кварталом Но вход туда Из кварталов Бедноты В обрезках Ублюдок обожает Добрую драку Думаю он с радостью Поглядит на Ведьмака В действии Ты говорил У ублюдка Есть дом В городе Вполне Солидная Недвижимость Сразу за мостом На храмовый остров Только ублюдок Не дурак Чтобы там Отсиживаться Я попробую Найти ублюдка Младшего В казино Или на арене Пожалуй Всё-таки Поговорю с тесаком Делай что хочешь Только будь осторожен Ублюдок ждёт Ответного удара В этом я не сомневаюсь Спасибо за помощь Дикстра Ну иди уже Ведьмак А да Если ублюдка Так и не найдёшь Возвращайся Я отлично знаю Эту каналью Может что придумаю От шпиона До преступника Интересный путь На самом деле Это одно и то же Работа с информаторами Переговоры Подкупы Иногда заказные убийства Старые трюки Да Но когда-то ты делал Всё это во имя идеи А сейчас? А сейчас я решил Что хватит Служить идеологии Пора работать на себя И пока что У меня неплохо получается Ты общаешься с Родовидом? Я вижу шутки тебе Удаются Нет Я с ним не общаюсь И надеюсь Что не буду Он не простил Тебя заговора С Филиппой Эльхард Родовид не прощает Никому и никогда А уж особенно Чародейкам из ложи А что с Филиппой Эльхард Есть какие-то новости? Только хорошие А именно После того Как Родовид Выколол ей глаза Она исчезла Если всё сложилось К лучшему То она уже принимает Земляные ванны Я думал Вы были близки Были А потом Филиппа Подослала ко мне Убийц Так Ну я хотел Давайте сыграем с ним Гвинт Потом может быть Сможем разговаривать Его с Лютиком Ну хотя блин Он вообще на его банк Убираю Гвинт напоминает политику Только честнее Хочешь сыграть партию Со старым мастером? Ну давай Убираю Продолжение следует... 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 Продолжение следует...